Здравствуйте, уважаемые козероги! Это прогноз для вас на октябрь 2017 года. Первая часть октября может быть для вас проблемной, даже конфликтной. Особенно динамично получится время полнолуния, когда на первый план выйдут вопросы личного характера и полюбовно вам навряд ли их удастся решить. Это дни с 3 по 13 октября и у вас будет здесь много острых ситуаций. Очень сложно быть в это время приветливым, сговорчивым, я уж не говорю о том, что выступчивым. Наверняка вам покажется, что близкие люди пытаются перейти границы, претендуют на ваши права и обязанности, а вам дорого и то и другое. Вы будете, пожалуй, излишне категоричны и неуступчивы. В период полнолуния, это в районе 5 октября, что-то сложно утаить. Эмоции, замыслы очевидны. И они как бы написаны у вас на лице, так что то, что вы не в настроении, окружающие будут видеть. В первую половину октября не стоит планировать именно из-за этого ничего важного, о чем вы не договорились уже загодя в прошлом. Сейчас диалог не пойдет, а согласие не будет достигнуто. Если есть возможность, то не стоит что-то важное делегировать в эти дни другим. Лучше все сделать самому. Берегите свою личную жизнь в дни с 8 по 13 октября. Это время любви и семейных дел, потому что вот в этих вопросах может произойти охлаждение, но, безусловно, не без вашего участия. Начиная с середины месяца, тучи постепенно над вами рассеиваются, и вам становится легче жить, радоваться простым вещам, окружающим вас людям. У вас есть хороший шанс сделать что-то значимое, серьезное, в районе 16 октября, когда на вашего управителя будет благотворно действовать солнце. Аспект предполагает усилия, но несет в себе желанные возможности, так что обратите внимание на этот период. Хорошо пройдут деловые встречи, будут достигнуты договоренности, могут реально продвинуться дела в этот день или в районе этого дня, плюс-минус день. Это время вблизи все-таки новолуния, так что не стоит здесь планировать нечто грандиозного. Скорее, что уже запланировано и немного реализовано, в этот день, в эти дни можно будет закрепить и продвинуть, но по возможности, если к тому все идет, то и завершить. Начиная с 20 чисел, ваше настроение на перемены крепнет. В последней части октября перемены стоит производить, пусть они не будут масштабными, но напрашиваются некоторые обновления в распорядке дня, в ваших планах. В любом случае, будет как вы любите, все запланировано и предсказуемо. Если же вы не хотите вносить новшеств в свою жизнь, то это можно не делать, но сразу подготовьтесь к тому, что они обязательно произойдут в ноябре, но они могут быть в таком случае для вас болезненными и принести разочарование. В любви вам везет не сильно в этом месяце, хотя в первой половине октября будет динамика в отношениях, но так как ваше настроение немного агрессивное, то ждать любовной идиллии не приходится, а во второй половине месяца вам стоит больше уделять внимание домашней атмосфере, пытаясь привнести в нее любовь и гармонию. Для новых знакомств этот месяц не очень перспективен, но для упрочнений действующих отношений вторая часть месяца может быть благоприятной, а вот первая дестабилизирующей. В период с 7 по 14 октября можно почувствовать некоторый упадок сил, потерю мотивации. Остерегайтесь огня и режущих предметов в это время, особенно вот с 9 по 12 октября, потому что вот нити могут принести травмы и травмы головы или травмы конечностей, связанные с падением. Итак, октябрь для вас это время постоянной работы и каких-то таких эмоциональных качель. То вроде бы ничего, то в общем-то сложность в восприятии мира, в ощущении счастья от простых вещей. И с этим придется как-то жить, но это время, конечно, на такой основанной на личностном росте и, кстати, на хорошей диагностике самого себя, потому что когда звезды благоволят, мы и радостные, и позитивные, и очень продуктивные. А когда вот они такие разные этапы, периоды дают в месяце, то нам сразу видно, вот где мы уже приросли в эмоциональном плане, а где нам еще надо работать. Вот как раз на проработку вам октябрь сможет очень много что и дать, и подсказать. Я вам желаю, чтобы звезды, однако, благоволили вашим проектом и чтобы вы, тем не менее, слушали свой внутренний компас и на него ориентировались. Хорошего вам настроения и крепкого здоровья. Прощаюсь с вами.